Ваимоотношение человека и государства. Его подготовили вместе с нами, с ночью в музее, лекторий Государственного исторического музея. Очень удобно, все рядом, можно руками показывать. И проект Курилка Гутенберга. Так, что мы начинаем? Первым выступит Аркадий Тарасов, кандидат исторических наук, на тему о наказаниях. Очень назидательно. Но тем страшнее, что это будет наказание в русском Средневековье. Пожалуйста, попробуйте нас не сильно напугать. Добрый день, вечер уже, дорогие друзья. Вот вы видите здесь длинное название той темы, с которой я выступаю сегодня. Собственно, моя главная задача не напугать вас отнюдь, а моя задача немножечко, насколько это возможно, за 15 минут познакомить со Средневековьем. И не с тем Средневековьем, к которому мы все и вы в первую очередь привыкли. То есть грязь, кровь, темнота. Ну, темные Средневека, как обычно говорят. А со Средневековьем другим. На самом деле, профессиональные историки уже давно не мыслят этими клише. В нашей профессиональной среде на Средневековье принято смотреть иначе. Это эпоха, обладавшая своими особенностями. Эпоха, в которой многое для нас, современников, непонятного, но для того времени естественного, логичного. Это эпоха отличная, она просто другая. И вот в этой самости Средневековье, об этой самости, мне бы и хотелось вести речь. Ну, и прежде чем мы перейдем непосредственно к основной теме моего выступления, еще раз я бы хотел словами нашего выдающегося исследователя эпохи Средневековья, Ароны Яковлевича Гуревича, вам в качестве такой затравочки рассказать в двух словах буквально о том, что же это такое. Ну, здесь так, в качестве небольшой картинки знаменитая берестяная грамота мальчика Анфима XIII века. Дети были всегда и учились, и писали в эпоху Средневековья тоже. Правда, своя специфика в месте тетрадок береста. Ну, а, собственно, сейчас небольшая выдержка из исследований Ароны Яковлевича Гуревича, посвященная эпохе Средневековья. Я зачитаю. Разве не удивительно с современной точки зрения, например, то, что доблестью в Средние века считалось повторение мыслей древних авторитетов, а высказывание новых идей осуждалось? Что плагиат не подвергался преследованию, тогда как оригинальность могла быть принята за ересь? Что в Средние века не существовало представлений о детстве, как об особом состоянии человека, и что детей воспринимали как маленьких взрослых? Что в качестве обвиняемого в преступлении мог быть привлечен не только человек, но и животное, и даже неодушевленный предмет? Что подобно этому и единица времени, час, обладал неодинаковой протяженностью в разные времена года? Вот это Средневековье, оно действительно очень другое. Один из современных исследователей говорит о том, что мы даже не представляем себе по-настоящему, каким было Средневековье до XVI века. И вот среди многих удивительностей эпохи Средневековья я хочу обратить внимание на то, что связано с символами, с глубоким символизмом Средневековья. Символы, все Средневековье пронизано символами. Человек в любом проявлении небесных каких-то явлений, жизненных, в каких-то взаимоотношениях человеческих видит глубокие символы. И особенно символизмом была насыщена смеховая культура Средневековья. Вашему вниманию еще один замечательный отечественный исследователь Михаил Михайлович Бахтин, посвятивший много лет изучению смеховой культуры Средневековья, Бахтин выделял смех как особую, такую культурологическую единицу той поры. И среди средневековых вот этих смеховых сюжетов, карнавальных сюжетов, как ни странно, сюжеты, связанные с поруганием, с глумлением. Глумиться и мы сейчас не перестали. В этом мы от человека Средневековья не отличаемся. А вот делаем, наверное, это по-разному. Глумление Средневековья очень часто называют антиповедением. Я вас хочу познакомить с еще одним ныне здравствующим, замечательным отечественным исследователем Борисом Андреевичем Успенским. И вот в этой символической смеховой культуре Средневековья, там, где антиповедение предстает перед нами и раскрывается в полноте, особое внимание средневековым наказаниям. Среди множества наказаний, которые мы знаем из эпохи Средневековья, я хочу сегодня обратить внимание на одно очень интересное, связанное с посажением человека на лошадь или на любое другое вьючное животное задом наперед. Если здесь есть те, кто смотрел фильм «Безумный Макс», по-моему, первый фильм, помните, там было наказание главному герою применено, его выслали из города. «Посадив задом наперед, не то на осла, не то на лошадку». Вот авторы фильма явно знали эти средневековые традиции. Так вот, мы знаем несколько подобных сюжетов в русской истории в 15-16 веке, когда осужденных сажали задом наперед на лошадь и возили по городу на осмеяние всем людям. Обычно эти сюжеты были связаны с людьми духовного звания. Собственно, те русские сюжеты, которые мы с вами знаем, они все касаются именно людей духовного звания. По данным, которые сохранились до нашего времени, одним из тех, кто пострадал подобным образом, был святитель Филипп Колочев. Здесь он справа от вас, святой русской церкви. Преподобный Авраамий Смоленский, человек, живший в XI веке, вокруг которого много легендарного, тоже по данным его жития был таким образом осмеян не простым человеком, а даже бесом. Ну и, наконец, самый яркий сюжет, связанный с этим наказанием, относится к 1490 году. Я не знаю, насколько крупно, насколько видно здесь. Вы можете прочитать, я приготовил в переводе на современный русский язык небольшой отрывочек из знаменитого сочинения Иосифа Воловского «Просветитель», в котором он описывает то, как Геннадий Новгородский, архиепископ Новгородский, какое наказание, вот такое вот смеховое, глумливое наказание, которое устроил Геннадий Новгородский еретикам в 1490 году. Обратите внимание, что он, встретив еретиков неподалеку от Новгорода, повелел их посадить на коней, одежду вывернуть наизнанку, обратить головам конским, то есть, собственно, задом наперед посадить, чтобы они смотрели на запад в уготованный огонь, а также повелел одеть на голову берестяные шлемы, острые, подобно бесовским. И вот этих еретиков, Василия, по городу, и люди должны были видеть такое вот нелицеприятное зрелище. Казалось бы, ну, извращенная фантазия архиепископа. На самом деле, эти сюжеты, каждый из них имеет свое объяснение. Все, что делалось в Средневековье, а мы помним, в Средневековье эпоха глубоких символов, оно не делалось просто так. Везде, за каждым движением кроется какое-то символическое значение. Ну, собственно, это миниатюра лицевого свода, связанная с соборным осуждением еретиков в 1490 году, и миниатюра того же лицевого летописного свода, когда уже других еретиков через 14 лет сожгли. Одно из немногих подобных наказаний, осуществленных в русской истории. Я же хочу обратить ваше внимание на вот эту вот семантику, то есть назначение символов, связанных с посажением на лошадь. И в первую очередь, даже о лошади я, наверное, скажу в последний момент. Помните, в этом отрывочке, который мы с вами читали две минуты назад, речь шла о том, что еретикам надели на голову берестяные шлемы, подобные бесовским. Что же это за шлемы, подобные бесовским? Что за семантика, что за значение? По всей видимости, Геннадий хотел уподобить еретиков бесам. Здесь представлена миниатюра, которая характеризует классический облик беса в русском Средневековье. Не вот такое вот черненькое существо с рожками, с хвостиком. Не так представляли бесов на Руси до 16 века. Это обычная человеческая фигура со сдыбленными волосами. Классический образ беса в русской иконографии – это хохол, вздыбленные волосы. Вообще, для Средневековья и русского, и западноевропейского характерно показывать чужаков, особенно тех чужаков, которые неприятны, являются врагами в островерхих головных уборах. Это общее место. На Руси, подчеркиваю, оно сопровождалось тем, что такой образ явно намекал на бесовство. Ну а еретики – те, кто предают имя Бога, они сами уподобляются бесам. Отсюда такое значение. Идем дальше. Берестяные шлемы. Береста в русской традиции, в русской культуре связано с погребальным обрядом. Вашему вниманию результат археологических раскопок в Перми в XVIII веке – старообрядческое захоронение, гробы, обернутые берестой. Мы знаем множество примеров из Средневековья, когда в бересту тело усопшего заворачивали. Береста носила явный такой сакральный смысл, связанный со смертью. И берестяные островерхие колпаки, помимо приобщения к бесовскому, вот этому изнаночному миру, перевернутому миру по сравнению с естественным, это одновременная и такая символическая сакральная смерть человека. Ну и, наконец, основной сюжет – посажение задом наперед на лошадь. К сожалению, у нас нет аутентичного какого-то материала, изображения эпохи Средневековья, где этот ритуал был запечатлен в русской традиции. Я поэтому, наверное, вас верну к самой первой картинке, которая предваряет показ этих слайдов. Да, вот здесь на западноевропейской гравюре изображен скелет, сидящий на осле задом наперед. Это так называемый архетип, то есть классическое, принятое во многих культурах, культурологический архетип, наказание человека, известное в древности, в Византии, в Европе, на Ближнем Востоке, связанное с поруганием и с бесчестием, которое символизировало то, что человек теряет естественный человеческий облик, естественный человеческий образ и, как и в случае с перевернутой одеждой, переворачивается по сути своей. Если это мужчина, то таким образом он уподавляется женщине. Очень часто подобное наказание употребляли в отношении мужчин-изменников. Это очень вкратце, мое время подходит к концу. Дальше эти сюжеты можно раскладывать и дальше. Тут можно поговорить о значении встречи еретиков за 40 поприщ до Новгорода. Здесь тоже можно найти определенные символические сюжеты. Общая парадигма, безусловно, такая. Не просто набор каких-то несуразностей, а это целенаправное создание образа, которое должно было в определенном отрицательном свете еретиков представить правоверному Новгороду. У меня один короткий вопрос только к вам. А как эти люди потом жили после этого наказания? Они подвергались астракизму со стороны своих земляков? Да, единоверцев, наверное, уже сказать нельзя, скорее земляков. Судьба сложилась по-разному. Кого-то отправили в заточение по монастырям, и те там свою жизнь закончили. Ну, кого-то из еретиков, кстати, за недоказанность их, по всей видимости, и не подвергали впоследствии наказаниям. Я, по-моему, в том небольшом отрывочке не привел в завершение этой истории. Архиепископ Геннадий повелел сжечь вот эти берестяные колпаки на голове еретиков. Тоже такой довольно характерный символ, не связанный с одним лишь стремлением причинить боль. Известны различные варианты, связанные с сжиганием и в старобряческой среде сохранявшееся, сжиганием, например, на спине провинившегося человека каких-нибудь предметов. Это тоже символическое значение, связанное, видимо, с символикой огня, адского пламени и прочих вещей. Спасибо большое. Ужасная, интересная лекция. Аркадий Тарасов, кандидат исторических наук. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...